За свою практику Оксана не проиграла ни одного суда. При этом работа юриста совсем не главная страсть девушки. Оксана занимается танцами, музыкой, изучает французский язык, а в прошлом году завоевала титул вице-мисс Урала. Мне скучно, мне становится тесно от того, что, допустим, есть только работа и больше ничего. Мне хочется еще заниматься творчеством, проектами, собой заниматься. Мне очень хочется представить город Челябинск, на самом деле, прорекламировать его, достойно представить. В этом году Оксана решила попробовать свои силы на конкурсе «Мисс Офис-2020». Руководитель юридической фирмы идею поддержала. Коллеги даже помогли снять презентационный ролик для онлайн-этапа состязания. Все мы очень любим нашу Оксану, и да, нам с ней приятно работать. Это очень легкий человек, очень дружелюбный, очень добрый, всегда готовый прийти на помощь. Мы совершенно уверены в способностях, в талантах нашей Оксаны Сергеевны. Мы гордимся, что она такая замечательная. И да, пока что все ее судебные процессы только на пятерочку. Проигрышных нет. Чтобы выиграть в престижном конкурсе, Оксане придется постараться. В этом году за звание «Мисс Офис» соревнуются тысячи красавиц со всего мира. Из самых талантливых и успешных победительницей станет только одна. «Мисс Офис» – это больше, чем просто конкурс. Это, я считаю, конкурс с огромной философией. То есть, это пропаганда современной девушки, какая она должна быть в нашем 21 веке. То есть, активная, яркая, умная, красивая. Вот «Мисс Офис» должна сочетать себе это все. Голосование за выход в финальную часть международного конкурса состоится с 25 сентября по 15 октября на сайте missoffice.ru. Заключительный этап пройдет в очном формате в Москве. Кто станет Miss Office 2020, будет известно в ноябре этого года. Иван Абросимов, Павел Чащин, 31 канал.